Я надеюсь, что все просто были, поднимают машины, когда едут без одного колеса. И все зааплодировали, когда вы пересекали финишный сбор. Спасибо вам за эти эмоции, за прекрасное вдохновение жизни победителей РАДЛИ РАДЛИ РАДЛИА БЕЛАРУЮЩ 2014! Город Минск, Республика Беларусь, команда «Марс, спорт, атак»! А сейчас мы переходим к награждению категории внедорожники. И я приглашаю на финишный подиум экипаж по стартовым номерам 216. Это класс автомобилей категории «Рейс-спорт». Экипаж из города Москва, Россия, Александр Волков, Людмила Педенко! Город Москва, Россия, второе место. Серебряные награды в категории «Рейс-спорт». Поздравляем, поздравляем от всей души! Александр Волков, Людмила Педенко, категория «Рейс-спорт». Серебряные награды, серебряные медали. Людмила, ну, пожалуйста, поросну. Серебряные награды в категории «Рейс-спорт». Победители категории «Рейс-спорт». Экипаж из Москвы, Сергей Щуркин, Владимир Казакевич. Автомобиль «Поллер Вайлдкэп». Категория «Рейс-спорт» – это категория, где гонщики соревнуются на автомобилях, специально подготовленных для ралли-рейтов, с существенными переделками в конструкции серийных автомобилей. И сейчас мы приветствуем победителей Бахи «Беларусь» 2014 года. Победители, Сергей, пожалуйста. Спасибо большое организаторам. Спасибо большое команде, что готовы себя помогать. Нам то, что понравилось, что есть основные установители в порядке. Спасибо. 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 Категория «Рейс-спорт». Сейчас мы переходим к награждению экипажей категории «П-2». Это серийные внедорожники, которые доработаны для ралли-рейтов. Но, тем не менее, это действительно серийные машины, для которых также гонщики развивают высокие скорости и выдерживают те нагрузки, которые выпадают на их долю. Итак, категория «Т-2». Третье место занял экипаж «Артем Валернов» «Роман Елагин» «Роман Елагин» «Роман Елагин» обладатель Кубка мира по ралли-рейдам в категории «Продакшн». Чемпион России, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, участник ралли-марафона «Дагар», «Африка-рейс», «Щелковый путь», «Мировая звезда». «Роман, поздравляю вас, пожалуйста, несколько слов». «Роман Елагин», «Роман Елагин», «Третье место», «Лобахин Беларусь», «Город Москва». Серебряный автомобиль «Тойота Лайн-Крузер-200». Серебряные награды лидеры Кубка России по ралли-рейдам текущего сезона. Второе место. Серебряные награды. Я знаю, что Александр Калимбет уже много конок выиграл под профи-рейдам. Брали рейды всего второй сезон. Полноценный первый, но уже за плечами не одна победа в Кубке России и призовые места в чемпионате России. Александр, но уже за плечами много конок. Как вам белорусская гонка, как она для вас показалась? Насколько интересна и сложна? Спасибо большое белорусской земле, спасибо большое плотству за безгрименство, за теплый прием. Скажу так, что очень тяжело. Тяжело давать гонку, как для экипажа, так и для машины. Ну, надо местные дороги делать. Тяжело. Спасибо большое. Спасибо друзья, спасибо организаторам за их нелегкий гонок. Спасибо огромное. Получили удовольствие, сломали машину. Довольные, счастливые, возвращаемся на программацию города. Александр, спасибо огромное. Серебряные награды. Александр Харьков, Сергей Скрипка. Категория продакшн Д2. Экипаж под стартовым номером 210. Обладатель Кубка мира параллелетом категории Т2. Александр Параненко, город Санкт-Петербург. Штурман экипажа Николай Шаповалов, город Санкт-Петербург. Победители категории Т2 продакшн. Экипаж из Санкт-Петербурга. Александр Параненко, Николай Шаповалов. Александр Параненко, обладатель Кубка мира. Как вам показалась гоночная трасса в Беларуси? Уважаемые зрители, все в карпич. Надо думать головой, что делаешь. Не только в жизни, но и на трассе. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Могу так сказать, что вот эта трасса, которую прошли гонщики, там много было подбросов, много было ям, потому что действительно это недорожная трасса большой буквы. И на этих средствах, ямах, подбросах, неровностях надо сохранять высокие темы. И серийные машины, они, ну можно так сказать, чувствительны к таким неровностям и передают организму пилота все вот эти вот толчки и удары. Автомобиль, автомобиль Тойота Хайлук, Хайлук. Этот автомобиль только внешне напоминает серийную машину, которую мы можем видеть на улицах наших городов. На самом деле это трубчатая рама, это мощный двигатель, который смещен в центру, где он находится, между пилотами. Это шестиступенчатая секментарная коробка передач, это трехдисковое терамическое сцепление, это спортивные амортизаторы, по два амортизатора на одно колесо, это 400 литров на борту топлива, это три запасных колеса, это один из лучших автомобилей в мире. И все это из пластика, все это сделано из пластика. Металла в этом кузове нету. Вот видите, сегодня была у экипажа вот такая как бы авария. Это не авария, для гонщиков это нормальное явление, когда машина не вписывается в поворот, но пилоты, хоть и встретились с деревом, но продолжили гонку и заняли бронзовые награды. Спасибо экипажу за мужество! Второе место На баке Беларусь 2014 занял экипаж в составе Андрей Дмитриев, город Москва, Сергей Таланцев, город Санкт-Петербург. Команда Нар Тайм, город Санкт-Петербург. Андрей Дмитриев, победитель и призер этапов чемпионата России, Кубка России по ралли-рейдам. Один из сильнейших пилотов в России. Пилотирует автомобиль-продактив BMW X3. Это, можно сказать, также машина, одна из лучших автомобилей в мире. На этой машине пилоты выигрывали ралли-марафон «ТАК». Выигрывали Кубок мира по ралли-рейдам. Машина мощная. Штурманом в экипаже выступает Сергей Таланцев. Сергей Таланцев. Мастер спорта международного класса. Серебряный призер ралли-марафона Париж-Москва-Пекин 1992 года. И выступал он тогда на протодипе «Лада-Самара Т-3». Сергей, пожалуйста, несколько слов. Какие впечатления оставила у вас белорусская Бака? Впечатления самые приятные. Спасибо организаторам, уже многие говорили. Хотелось бы особое спасибо сказать жителям города Полоцка за такое реально гостеприимство, за хорошее отношение. И будем стараться приехать снова к вам, если позовете. Большое спасибо. Сергей, огромное спасибо. И я хочу также попросить Андрея рассказать, рассказать, как складывалась гонка. Гонка складывалась, наверное, немногим интересно. Я хотел просто сказать, что организаторов хвалят уже все. Главное, чтобы не зазнались. А действительно, жителям Полоцкой области большое спасибо за такой гостеприимный прием. И хочется сюда не только вернуться на следующую гонку, но даже такие мысли, чтобы встретить здесь свою старость. Очень чистый, да, очень гостеприимный город. Поэтому процветания, любви и счастья вам. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы еще представить спортивного директора команды «Нордайм» Константина Жильцова. Константин – действующий гонщик. Лидер Кубка мира в абсолютном зачете текущего сезона. Буквально пять дней назад серебряные награды вы завоевали в Венгрии. Были победы в африканских гонках. Бронзовый призер легендарного марафона «Дакар» 2013 года. На автомобиле мини ПММ-мини Константин Жильцов – мировая звезда мирового автоспорта. Пожалуйста, Константин, несколько слов для жителей Японска. Я, наверное, могу сказать про константин, поскольку губернировали для нее со стороны. Действительно была жесткая и серьезная борьба. Можно свои результаты. Все ходы, минуты, то есть для 300-40 моментов, это все ходы, результаты. Все старались попасть на путь. Все молодцы. Спасибо за спортивный праздник. Но и, тем не менее, организаторам, не только вообще все организаторы, но и те, кто готовил конкурс, потому что им тоже досталось от нас много ласковых слов. Я думаю, что они сделают соответствующий вывод, и следующий этап, который будет здесь, будет еще лучше и интереснее. Поэтому спасибо тебе. Спасибо огромное. Андрей Дмитриев, Сергей Таланцев, команда Неверталь, Россия, серебряные призеры «Беларусь-2014». Победитель «Беларусь-2014» В этом зачете самые быстрые, самые, ну, можно так сказать, рисковые, самые высокие скорости, самые, ну, может, безошибочные прохождение поворотов, трамплинов и телеграмм управления автомобилем. Дмитрий Ивлеев, Алексей Шапошенко, город Москва, победители в абсолютном зачете «Беларусь-2014». Дмитрий Ивлеев, пожалуйста, несколько слов. Ну, очень все понравилось, понравилось Беларуси вообще. Предыдущие лакараты сказали, как все хорошо, чисто. Мне тоже очень понравилось. Мне тоже сюда хочется еще вернуться, и не раз. Спасибо, спасибо за добрые слова. Алексей, скажите, пожалуйста, ваше впечатление о гонке. Беларусь – это гостеприимная земля. Добрые, открытые люди. Стоишь, мимо этого, для праздника. У нас классная, быстрая машина. У нас классная команда. У меня отличный пилот. Спасибо всем. Спасибо огромное. Победители в абсолютном зачете. Экипаж команды «ПЭС» Дмитрий Ивлеев, Алексей Шапошенко, город Москва. Там не шутка машина, классная. Дмитрий Ивлеев, Алексей Шапошенко, город Москва. Мы будем вас пока задержаться на подиуме. Второе место в работе «Беларусь» завоевала команда «Нартайм». Город Санкт-Петербург. Команда «Нартайм». Серебряные приземры. Команда «Нартайм». Шестиградный чемпион России по районной рейдам. Одна из сильнейших команд в России. Можно даже сказать, самая фигулованная. Не одна из сильнейших. А сильнейшая команда. Шесть чемпионских титулов. Команда «Нартайм». Команда «Нартайм». Серебряные призеры «Баки Беларусь». А вот-вот еще и пришли представители команды «Рея ТКУ». Александр Терентьев и Алексей Берку. Также я хочу пригласить победителей «Баки Беларусь» команду «ПЭК». Город Москва. Команда «ПЭК». Победители. Команда «ПЭК». Команда «ПЭК». Шер ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ